Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А накануне схема изменилась. Теперь при движении от Зверева в сторону военкомата из крайнего левого ряда можно только налево. Из среднего прямо, а из крайнего правого только направо. Как пояснили в полиции, эта мера вынужденная. Это обусловлено тем, что это один из сложных перекрестков в городе Ачинске, потому что профиль у него именно со смещением полос. Не всегда у нас водители разъезжались, происходили и дорожно-транспортные происшествия на данном участке дороги. Сейчас более удобная схема движения. Понятное дело, когда у нас все новое что-то происходит, необходимо к этому привыкнуть. Новая дорожная разметка и знак появились здесь только со стороны Зверева. Как поясняют полицейские, поменялась схема только в направлении в сторону военкомата. В обратном направлении все осталось, как и прежде. Из левого ряда можно прямо и налево, из правого прямо и направо. При этом дорожные полицейские напоминают, что взаимоуважение на дороге поможет избежать неприятных ситуаций. Добавим, будут ли еще какие-то изменения в схемах движения на дорогах Ачинска, пока неизвестно. Николай Чремных, Вильдан Калимулин, Телеканал ОСА. 10 штрафов на общую сумму в 600 тысяч рублей выписал Росприроднадзор за нарушение на Ачинском полигоне. Иначе городской свалки. Под административку попала группа СТК. Полигон внесен в уставной капитал этого предприятия, а также должностное лицо, отвечающее за охрану окружающей среды. В мэрии этот вопрос курирует Эдуард Межхожев. Телеканал ОСА выяснил, что не в порядке. Грехов набралось немало. Несоблюдение экологических требований при эксплуатации полигона. Новости ОСА еще в прошлом году рассказывали, что проверка природоохранной прокуратуры показала, на свалке захоранивают запрещенный мусор, стекло, пластик и шины. Также здесь идет выброс вредных веществ без специального разрешения. А еще хозяин полигона уличен порче почвы. В октябре 2021 года мы рассказали, природоохранная прокуратура нашла превышение по химикатам на участке вблизи свалки. Речь об азоте и хлориде. Еще штрафы полагаются за то, что полигон работает не по проекту, который получил положительное заключение экологической экспертизы. Ну и, наконец, расплатиться придется и за то, что вовремя не решается вопрос с расширением городской свалки. Проблема с тем, что срок службы мусорного полигона истекает, возникла еще при Илае Ахметове. И тогда у Ачинска был инвестор, готовый вложиться в реконструкцию. Однако тогдашний мэр, известный особым подходом к решению городских дел, оставил после себя эту проблему. А теперь есть еще и штраф за неисполнение обязанностей по разработке нормативов и лимитов по отходам. Как дальше не допустить подобных нарушений и не налететь еще на большие штрафы? Комментарий по полигону мы запросили в мэрии. Но сегодня ответа от чиновников нет. Добавлю, что штрафники, группа СТК и ответственные за экологию намерены обжаловать наложенные на них наказания. В законную силу они пока не вступили. Наталья Сусанина, Александр Сиделев, телеканал ОСА. Нового мэра Ачинска депутаты Горсовета выберут 22 июня. Недели раньше конкурсная комиссия отберет кандидатов-виналистов. По данным на 12 часов вторника документы на конкурс подали всего два претендента. Красноярец Игорь Тетенков и Ачинец Владимир Тарабаев. Кроме голосования по новому градоначальнику, 22 июня депутаты назначат и дату до выборов в Горсовет. Ранее мандаты досрочно сложили Василий Мизинко и Евгений Бородкин. Строительство третьего социального дома в Ачинске должно завершиться в следующем году. Строить его еще не начали, но, как заверили в Краевом Минстрое, пока о переносе сроков сдачи речи не идет. Напомним, новый дом будет заселен медиками и педагогами, чтобы решить кадровую проблему в городе. Также часть квартир получат сироты. Курировать этот новострой будет Краевое управление капстроительства. Появится он в районе улицы Голубева. Во время благоустройства улицы Кирова под снос пойдут 207 деревьев. Еще 350 ждет обрезка. Взамен снесенных деревьев на Кирова до 1 августа появятся более 1700 кустов кизильника, 15 кустов сирени, более 250 кустов акации и 5 берез. Вачинские полицейские поймали с поличным поджигателя сухой травы. Во время ночного дежурства стражи правопорядка заметили, что в районе реки Чулым загорелась трава. На месте возгорания сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, который распивал спиртные напитки в одиночестве. Мужчина попытался скрыться, но не вышло. Как пояснил Ачинец, ему стало скучно и холодно, поэтому он решил поджечь траву. Теперь ему грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Завтра Краевой парламент на экстренной сессии примет закон о помощи погорельцам. И уже во время подготовки депутаты ЗАГСобрания говорят, что документ, который подготовило правительство, нуждается в серьезной доработке. Лидер фракции «Справедливой России за правду» Максим Маркер заявляет, что закон нужно сделать максимально для людей, чтобы никто из пострадавших не остался без помощи. Такая справедливая инициатива должна получать более близкий к людям механизм воплощения в жизнь. Правом на компенсацию обладают все пострадавшие от стихии. Без оглядки. Успел ли их дом сгореть до объявления ЧАЭС? Живут ли они в конкретных муниципалитетах? И смогли ли они оформить и вынести из пожара все бумажки? Комиссии на местах обязаны детально отработать каждый случай беды и всем оказать подмогу. Наш закон не должен этому препятствовать. Если есть риск оставить за рамками закона кого-либо пережившего это горе, нужно менять закон. Ранее уже отмечались недостатки в проекте закона. Чтобы получить помощь в восстановлении или покупке жилья, нужно соответствовать многим условиям одновременно. Например, дом должен сгореть именно 7 мая, хотя пожары были и в другие дни. Пострадавшие не должны иметь другого жилья, а также обязательно регистрация по месту утраченного дома и другие. По мнению депутата Маркерта, необходимо закон менять, а не делить погорельцев на нуждающихся и неподходящих для помощи. Сеть губернской аптеки пополнилась новыми адресами. Теперь оформить и получить льготные лекарства в Ачинске станет проще и быстрее. Для жителей привокзального района губернская аптека по улице Дружбы Народов 7. Для жителей центра города микрорайон 3, строение 9А. Благоприятное предложение со стороны мебельных салонов КМК приведет к значительному снижению цен на мебель для вашего дома. КМК. Всегда удобно. Продается столовая заготовочная на 100 мест. Более тысячи квадратных метров в городе Ачинске на промплощадке Русала Ачинск. Асфальтированная дорога от шоссе. Стартовая стоимость 3 миллиона 200 тысяч рублей с НДС. Вся контактная информация на экране. На пятом этаже в здании коммерческого назначения сдается помещение под любой вид деятельности. Общая площадь 800 квадратных метров. Лифт, два входа, большая парковка. Обращаться по телефону 8-983-575-46-66. Продается трехэтажное нежилое здание площадью более 5,5 тысяч квадратных метров в городе Ачинске на промплощадке Русал Ачинск. Асфальтированная дорога от шоссе. Стартовая стоимость 14 миллионов 900 тысяч рублей с НДС. Вся контактная информация на экране. В Ачинске сегодня 20 беженцев с Украины. По данной миграционной службы, все они прибыли в частном порядке и разместились у родных и знакомых. Не все хотят общаться со СМИ. Одни думают остаться здесь и начать новую жизнь. Другие планируют вернуться обратно. Мы поговорили с одним из уехавших. Мирный житель, как он сам о себе говорит Андрей Леонов, рассказывает, как отказался партизанить на ВСУ и почему выбрал Ачинск. Жил на Краснознаменной. То на украинский переводить червонно-прапорно, а потом Александровская. Так называемая ID-карта. И вы планируете поменять его на российский паспорт? Да. 50-летний монтажник из Херсона Андрей Леонов в конце апреля добрался в Ачинск. Сюда ехал к женщине, с которой познакомился 6 лет назад по интернету. Тогда они оба играли в компьютерную игру, там и встретились. Выстрел Андрея попал точно в цель. В жизни, утверждает мужчина, оружие в руки не брал. Даже когда под угрозами украинские боевики заставляли партизанить, как и других мужчин в его Херсоне. Там уже не думается о недвижимости, о чем-то он в таком. Главное, чтобы не прилетел откуда-то ночью, снаряд был. А вы следите за тем, что сейчас происходит в Украине? Ну, стараюсь не смотреть. Мне хватает знакомых, которые звонят, рассказывают. Конечно, было бы хорошо, если бы Херсонская область стала Российской Федерацией. Это было бы очень замечательно. Тогда бы вернулись? Ну, да, забрал бы будущую жену и поехал бы туда. Сейчас Андрей оформляет вид на жительство. Работу, говорит, уже нашел. Звонили со всех служб, которые, возможно, интересовались, помощь. Предоустройство, соцзащита. Участковый вчера приходил, тоже предлагал помощь, если нужно. Но пока все хорошо, поэтому... Сами ищете работу? Я уже нашел. В Сербе буду работать там, да, сантехником. Ачинск коренному жителю Херсона понравился. Говорит, главное, тут спокойно. Наталья Сусанина, Александр Сиделев, телеканал ОСА. Конкурс детских рисунков «Лица ОСА» в честь нашего юбилея подошел к концу. В течение месяца ребята рисовали и присылали нам свои рисунки. Мы получили более 30 работ. Все они невероятно крутые, а некоторые просто бомбические. Есть среди них откровенно детские, а есть очень продуманные. Какими нас только не увидели юные художники? Скромными, безбашенными, на драйве, с суперсилой. Признаюсь, нам было невероятно сложно выбрать самые-самые лучшие работы. Ведь каждый из ребят подошел к делу ответственно. Вложил много усилий, свою душу и весь талант. Субтитры сделал DimaTorzok Но конкурс есть конкурс. И вот мы готовы назвать самых лучших авторов. Итак, по мнению редакции «Бронзу» наша команда присуждает Арсению Гарину с портретом Анны Ахметовой. Серебро достается Насте Крашенинниковой за ее прикольные портреты корреспондентов ОСЫ. Ну и первое место мы решили присудить Андрею Гудину за его невероятно крутой рисунок нашей Анны. Лучшим художникам мы подарим призы от наших спонсоров – магазина констоваров «Контур» и отдела «Парфюм и подарки». И это еще не все победители. Мы решили отметить специальным призом Дарью Богданову за то, как она видит тяжкий труд корреспондентов телеканала ОСА. Поздравляем всех победителей конкурса, а остальным участникам хочется сказать – вы крутые, рисуйте и творите дальше. Уважаемые жители города Ачинска! С 15 апреля стартовало общероссийское онлайн-голосование по благоустройству территорий в рамках проекта «Комфортная городская среда». Сотрудники МБУ ГСК «Олимп» принимают активное участие в этом голосовании. Голосовать могут жители города, начиная с 14 лет. Прошу вас быть активными участниками этого мероприятия. И только мы вместе сможем выбрать тот необходимый комфорт в наших микрорайонах, для того, чтобы могли отдыхать, заниматься не только мы, старшее поколение, но и наши дети. Проголосовать вы можете удобным для вас способом на сайте 24городскаясреда посредством авторизации через портал госуслуги. Всем пять! Мы телеканал АСА! И у нас день рождения! Нам исполняется пять лет в эфире. Все хорошее измеряется не годами, а делами. Снимайте, пишите и звоните нам, наши зрители. Так, либо вы выезжаете, либо я тоже буду что-то делать с вами. Здравствуйте! Я смотрю ваш канал, я проживаю в Приморском крае на Дальнем Востоке. В гостях нет у вас объявления, куда с 9 микрорайона переселили курей и курей несушек. Здравствуйте! А вы кто будет? Корреспондент. Президент? Корреспондент. Потому что телеканал АСА работает для вас. По всех телевизорах, телеграмме, вконтакте и одноклассниках. Давайте с нами! Будьте с нами! Будьте с нами! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!